Название этой шоколадной фабрики с детства известно всем россиянам, но мало кто знает ее историю. Все началось в 1846 году, когда Теодор фон Эйнам приехал в Россию из Германии с мечтой открыть собственное дело. В 1851 году он организовал на Арбаты мастерскую по производству шоколада. Также он поставлял варенье и сиропы в армию во время Крымской войны. В 1857 году вместе с компаньоном Юлиусом Гейсом он открыл кондитерский магазин на Театральной площади. Скопив капитал предприниматели выписали из Европы паровую машину и приступили к строительству фабрики на набережной. В 1867 году было основано товарищество Эйнам. Фабрика получила несколько наград за качество шоколада и являлась поставщиком для императорского двора. После Октябрьской революции в 1917 году фабрика была национализирована, а в 1022 году получила новое название – Красный Октябрь. Во время Великой Отечественной войны производство на фабрике было ограничено производством шоколада. С повышенным содержанием кофеина, концентрированных каш и сигнальных шашек. За труд во время войны коллектив был награжден почетным знаменем Комитета обороны. В последующие годы фабрика росла и развивалась, а в 2000 году вошла в состав компании объединенные кондитеры группы ГУТО. С 2007 года производство было перенесено в здание Бабаевской фабрики на Малой Красносельской улице. Это решение было обусловлено увеличением производственной мощности. На территории исторического расположения фабрики помещения сдаются в аренду. Шоколадная фабрика сохранила название – Красный Октябрь, ее акции торгуются на Московской бирже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова